Традиция проведения талок под лозунгом «Сделаем» зародилась в нашей стране в 2008 году, когда в рамках первой акции 50 тысячам добровольцам удалось собрать около 10 тысяч тонн мусора. Не может не радовать и тот факт, что участие в таких компаниях благоустройства за прошедшие 7 лет не только не утратило своей популярности, но и получило признание в других странах. Так только в прошлом году эстонскому примеру последовали без малого 3,5 миллиона человек из 34 стран, которые ликвидировали нелегальные свалки, собрав при этом около 45 тысяч тонн мусора. Больше всего людей, а это более 800 тысяч, приняло участие в талоках в Швеции. За ней следует Украина со своим полумиллионным числом участников. Масштабными были и акции в Литве, Венгрии, Латвии и Албании. Состоялись в мае прошлого года и талоки по уборке берегов Средиземного моря. В них приняли участие добровольцы из 13 стран. Они собрались и в один день решили убрать не только побережье, но и само море. То есть огромные команды дайверов занимались тем, что доставали мусор со дня океана, мирового океана, со дня моря. И, как вы понимаете, к сожалению, там были не только обертки из-под конфет. То есть это и шины, и стекло, и старые велосипеды и так далее и тому подобное. В связи с растущей теперь уже в мировом масштабе популярностью талок, их организаторы намерены уделять больше внимания не только привлечению добровольцев, но и полной ликвидации отходов, производимых человеком. Мы хотим сказать о том, что давайте сделаем так, чтобы мусора не нужно было убирать. То есть не нужно сорить. И то, что сейчас становится все более и более популярным в Европе, это движение Zero Waste. То есть движение к тому, чтобы количество мусора, которое мы производим, сходило к нулю. Ну, конечно же, это перспектива, но уже сейчас, если зайдете на YouTube, можно найти очень много интересных роликов о людях, которые всю свою жизнь укладывают в маленькую баночку мусора. Ну, а на конец этого месяца уже намечена Всемирная конференция, на которой будут обсуждаться предстоящие толоки по благоустройству 2018 года. На конференции ее инициаторами приглашены со всего мира как гражданские активисты, так и лидеры общественного мнения, которые могли бы повлиять на отношение людей к отходам и методам их переработки. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.